Объемный и фактический вес груза. Как считать и за что платить? Вы уже приготовили товар к отправке, запаковали, взвесили, посчитали смету, а по итогу стоимость перевозки груза оказалась другой. Почему это произошло? Давайте разбираться. Привет, меня зовут Александр, и мы поговорим о том, в каких случаях нужно платить за вес брута, то есть фактически вес груза, а когда за объемный. У любого товара есть объем, занимаемый им в транспорте. И когда груз имеет больший объем, чем вес, например, мягкие игрушки, пуховики, подушки, платить нужно за объемный вес. Представьте, что вы перевозите партию стали и хлопка. Хлопок займет больше места, чем сталь, но железо тяжелее хлопка. По какому весу считать тариф для каждого груза? Ответ прост. Сталь считаем по фактическому вес брута, а хлопок по объемному весу. И это справедливо, потому что партия хлопка легче, но объемнее, а сталь тяжелее. Как рассчитать объемный вес для его перевозок? Согласно правилам Международной ассоциации воздушного транспорта ИАТА, оплачиваемым весом считается большее значение из объемного и фактического веса. Фактический вес – это общий вес товара вместе с упаковкой, брута. А объемный вес показывает, сколько места в грузовом отсеке самолета займет груз. В авиаперевозках груз считается объемным, если один кубический метр составляет менее 167 кг. Если объемный вес превышает фактический вес товара, оплата будет взиматься, исходя из объемного веса. Чтобы не переплачивать, нужно рассчитать точный объемный вес товара. Для этого применяем простую формулу. Длину в метрах умножаем на ширину, высоту и на коэффициент 167. Получаем объемный вес в килограммах. Рассмотрим подсчет на примере. Мы планируем перевести детский электромобиль весом брута 98 кг с коробкой и такими габаритами. Как найти его оплачиваемый вес? Шаг 1. Округляем габариты груза в большую сторону. У нас получается длина 136 см, ширина 104 см, а высота 57 см. Шаг 2. Считаем объемный вес по формуле. Умножаем все габариты груза на коэффициент 167 и получаем 135 кг. Шаг 3. И заключительный. Сравниваем реальный вес брута и объемный вес. Объемный вес больше, значит считаем по этому тарифу. Важно! Правильно замеряйте свой товар перед отправкой. Ссылка на статью, в которой указано, как правильно измерять длину, ширину и высоту предметов нестандартной формы, в описании к ролику. Возьмите себе на заметку. С подсчетом веса для авиафрахта разобрались. Теперь, что у нас по морю? Расчет платного веса морского фрахта отличается от формулы, принятой в авиаперевозках. Во время доставки сборным контейнером, так называемым Less Than Container Load или LCL, объемный вес рассчитывается, исходя из одной тонны в одном кубическом метре. LCL – сборные грузы. Самый дешевый способ перевозки товаров, потому что его более низкие затраты на единицу веса компенсируют его высокий объемный вес. Исключение составляет очень легкие грузы. Здесь также применимо правило – вы платите за тот вес груза, который больше. Итак, считаем объемный вес груза. В целом, формула для расчета объемного веса такая же, что и для авиаперевоза. Все, что меняется – это коэффициент. Рассмотрим подсчет веса на примере. У нас 10 упаковок. Размеры каждой упаковки – 120 на 100 на 150 см. Вес каждой упаковки – 800 кг. Рассчитываем полную массу груза. Вес брута – это вес груза на весах. 10 упаковок по 800 кг каждая равны 8000 кг. Итак, общий вес брута нашего груза составит 8000 кг. Теперь рассчитаем объем груза. Размеры одной упаковки в сантиметрах переводим в метры. Объем одной упаковки составляет 1,8 кубических метров. Общий объем груза – 18 кубических метров. Теперь рассчитываем объемный вес груза. Чтобы найти объемный вес, нужно умножить объем вашего груза на постоянную объемную массу морского груза. При морском режиме перевозки считается, что 1000 кг – это 1 кубический метр. Постоянный объемный вес морского груза – 1000 кг или 1 кубический метр. Итого, 18 кубических метров мы умножаем на 1000 кг и получаем 18000 кг объемного веса. Переходим к расчету платной массы груза. Вы сравниваете вес брута с объемным весом груза. Наибольшая сумма – это платный вес этого груза. Общий вес нашего груза – 8000 кг. Объемный вес – 18000 кг. И он больше, чем фактический вес. Значит, платим за объемный. С математикой закончили. Теперь несколько полезных советов, как снизить стоимость перевозки. Не переупаковывайте легкий груз сверх необходимого. Используйте картонную коробку наименьшего размера. Сведите к минимуму пустое пространство, сжав продукты, которые можно сжать. По возможности упакуйте легкие картонные коробки вместе. Сведите к минимуму размер палет или вовсе избегайте их при отправке небольших грузов. Особенно при авиаперевозках. По теме все. Напишите в комментариях, как вам видео. Понравилось, не понравилось? Лихо ли дался подсчет объемного веса для груза? Запутались? Не проблема, мы оперативно просчитаем все расходы по актуальным ставкам за объемный и фактический вес. Пишите нам в мессенджер или звоните. Контакты в описании к выпуску. Ну а я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Пока! Банц! Для этого применяем простую формулу. Правильно? Зачем я сказал? Правильно, да? Авиафрахт. Расчет платного месс? Месс. Бо-бо-бо. Бо-бо-бо. Расчет платного месс. Расчет платного месс. Продолжение следует...